С рабочей поездкой в Славянском районе побывали представители Совета Федерации, Федерального собрания России и администрации Краснодарского края. Цель приезда – изучить передовой опыт работы районной отрасли садоводства на примере самого современного и крупного в России садового хозяйства – сад-гигант, а также обсудить проблемные вопросы агропромышленного комплекса Кубани. С рабочей поездкой сенаторы Совета Федерации на Кубани провели три дня, один из которых посвятили изучению передового опыта работы флагмана садоводческой отрасли региона – славянского предприятия «Сад-гигант». Своё знакомство с крупнейшим садовым хозяйством России члены делегации начали с дегустации выращиваемой здесь продукции. На территории в 2300 гектаров собирают до 120 тысяч тонн фруктов и ягод. Такие высокие результаты стали возможны благодаря применению самых современных технологий по выращиванию и хранению плодов. То, что вы видите белый налет, смотрите, не пугайтесь, это обычно белая глина, это мел. Для чего это делается? Яблоко может загореть, сегодня очень высокие температуры, и получится ожоги от солнца. И, соответственно, чтобы предостеречь этого перепада, обрабатывается калийным данной обработки, потому что это отражает лучи, охлаждает яблоко, и тем самым окон у нас не греет. Поэтому тем самым мы увеличиваем товарность. Товарность по данным сорта на данном участке на составе не менее 90% товарного яблока. Члены делегации осмотрели сады летних и зимних сортов яблок, сада черешни, увидели хранилище готовой продукции, пообщались со специалистами предприятия «Сад-гигант», обсудили вопросы реализации госпрограммы помощи сельхозтоваропроизводителям. Для нас это большая честь принимать гостей такого уровня, и я думаю, что наш диалог будет очень конструктивным, поскольку именно диалог между властью и работниками сельской местности, это дает свои потом дальнейшие плоды. Плоды именно в том, что реализуются многие программы, инвестиционные программы. На сегодняшний день мы видим, что программы, которые непосредственно реализуются в Кубани через поддержку сельхоза, они действительно работают. Действительно идет увеличение общего объема валового сбора плодов. Это на самом деле большой плюс, это импортозамещение, это создание, опять же, рабочих мест непосредственно для населения, которое здесь находится и проживает в сельской местности. Ну и в дальнейшем, я думаю, что данная комиссия, она увидит, что потраченное время, потраченные деньги – это не пустую, но это действительно есть результат. И по факту должен образоваться новый толчок в развитии. Кубань сегодня лидер в области садоводства. В крае 31 тысяча гектаров садов. Производится около 400 тысяч тонн фруктов и ягод. Для поддержки аграриев разработаны десятки госпрограмм, которые при грамотном их использовании помогают снизить затраты на производство и повысить его эффективность. Мы сегодня абсолютно лидеры по мерам господдержки среди всех субъектов Российской Федерации. Почти 800 миллионов рублей мы сегодня выделяем из краевого и федерального бюджета на поддержку наших садоводов. Я с коллегами-сенаторами обсудим вопросы. Есть определенные вопросы, в том числе садоводствием, и это касается, конечно, агрострахования. Конечно, сегодня мы будем эти вопросы поднимать, чтобы изменять федеральные законы в агростраховании, чтобы наши аграрии страховали именно многолетние насаждения. По поручению нашего губернатора мы вышли с этой инициативой на федеральный уровень, потому что мы, как всегда, первые мы обозначаем все вопросы, что касается проблемных вопросов в области сельского хозяйства. Проблемные вопросы сельскохозяйственной отрасли, в частности, развитие садоводства и страхования урожая многолетних плодовых культур, обсудили в районной администрации на совместном заседании представителей Совета Федерации и Краевого министерства сельского хозяйства. Председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил важность таких встреч непосредственно в регионах. Только при таком конструктивном диалоге всех заинтересованных сторон будут приниматься эффективно работающие законы. Совет Федерации – это площадка региона. Сенатур, сегодня, когда мы выполняли конституцию, отставили для заинтересованных. И мы в следующем случае, если мы понимаем, что нарушаются права или уменьшаются компетенции региона, или муниципальных образований, мы имеем право наложить это на принятие Госдумы и законы. И таких представителей не имеются. Но мы не хотим деструктивно и деструктивно, поэтому, обсуждая принятие первого чтения законопроекта, хотим услышать позицию региона. Все ли правильно, все ли учтено, нет замечаний, нет ущемления. Но мы не только можем мелькировать и одобрять закон, мы можем еще и давать получение проекта. Поэтому, если что-то не учтено или что-то необходимо дополнить, то в своем постановлении, при принятии и одобрении закона в Совет Федерации, мы можем записать те или иные нормы поручения проекта Российской Федерации. Как для этого не естественно. И на свой цель, чтобы обменяться с вами, обменяться с вашими коллегами. И все это было посвящено предыдущим два дня работы. Министр сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности Краснодарского края Федор Дерека от имени Агрария в Кубани предложил внести изменения в федеральный закон об агростраховании. Сегодня доля застрахованных многолетних насаждений составляет менее 1%. Такая низкая цифра связана с тем, что условия страхования невыгодны сельхозтоваропроизводителям. Были внесены предложения о выплатах компенсаций за потерю качества плодов. Говорили также о возможности оформлять страховку лишь на часть земель, а не на всю территорию. Председатель комитета Совета Федерации Вячеслав Тимченко пообещал поддержать предложенные поправки. В конце встречи сенаторы поблагодарили всех собравшихся за конструктивный диалог, а Славянский район – за гостеприимство. Нам приятно делиться опытом, нам приятно чему-то учиться. Наверное, благодаря таким встречам мы можем что-то показать и можем что-то для себя почерпнуть. Сегодня были озвучены ряд вопросов и субсидии в сельском хозяйстве, и поддержка в целом фермеров. Поэтому я считаю, что если на федеральном уровне все наши чаяния будут озвучены, конечно же, мы сможем более серьезно развивать районы, делать все, чтобы и заработные платы повышались, и в целом жилось на Кубани чем на больше. На память о встрече главе муниципалитета Роману Синеговскому была вручена медаль Совета Федерации с пожеланиями дальнейшего процветания и развития к Славянскому району. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова